Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинсова. В начале выпуска коротко о его главных темах. Нам надо на что-то покупать продукты. И на сегодня даже мне приходится эти деньги занимать. Бизнес набирает обороты. Островные предприятия заработали в обычном режиме. Работает здесь три самосвала, экскаватор и несколько человек. Дорога в порядке. На трассе Южно-Сахалинск-Холмск провели восстановительные работы. Конечно же мы очень рады, что у нас с 1 сентября начнет действовать новая столовая. В новый учебный год с горячими обедами Южно-Сахалинская школа номер 16 получит современный пищеблок. Коты все-таки привередливые к температурам, к обстановке. Для жизни кошачьей в приюте пес и кот ремонтируют вольеры для питомцев. Два месяца я ждала этого открытия. Наконец-то я здесь. Легкоатлеты вперед. В селе Троицком стартовали бесплатные тренировки для всех желающих. Мэр остался без билета. Ахинский районный суд приговорил главу городского округа Сергея Гусева к административному наказанию. Теперь городоначальнику в течение длительного времени придется охотиться только фоторужьем. Учитывая, что Гусев Сергей Николаевич ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил охоты и данное правонарушение он совершил в период, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, суд назначил ему наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок 8 месяцев. Напомню, 17 мая Сергея Гусева задержали в охотугодиях в районе реки Кобзак. При себе у него оказалось 12 уток. Такое количество превышает установленную норму добычи и является нарушением правил охоты. Сам городоначальник на заседание суда не явился. Также напомню, что за подобное нарушение мэр района уже привлекался к административной ответственности в 2017 году. Более подробно о работе Ахинского главы и о положении дел в Северном городе смотрите завтра в специальном репортаже нашего корреспондента в вечернем выпуске. Утка Ахинского района не везет. Они становятся жертвами не только браконьеров, но и экологических аварий и катастроф. Это видео сняли местные жители. Неподалеку от месторождения Восточной Атри образовалось озеро из нефти. В нем обнаружены мертвые птицы. А вот утки. Вот она. Утва. Вон они. Все усыпано в утках. Представляете? По словам авторов видео, они начитали несколько десятков утиных тушек. Одни пернатые увязли в жижи полностью, другие облезли и лежали на берегу. Ситуацию усугубляет тот факт, что Черное озеро образовалось всего в нескольких метрах от Нерестовой реки. Заместитель министра экологии Сахалинской области Данила Дударев сообщил, что представители ведомства уже изучили ролик. На место отправилась специальная комиссия, чтобы разобраться в ситуации. Пока выводы им делать рано. Возможно, озеро образовалось естественным путем. В Ахинском районе есть места, где нефть сама просачивается на поверхность. В результате проверки будут приняты соответствующие меры. Встреча по онлайн-связи. Губернатор Валерий Лемаренко пообщался с населением Александровского района в прямом эфире. Главными темами стали самые актуальные проблемы муниципалитета. Медицина, ремонт дорог, качество питьевой воды и многое другое. Напоминаю, что мы эти эфиры проводим вместо тех встреч, которые обычно проводим очно, когда мы приезжаем в районы. Нам очень не хватает этих встреч. И поэтому мы временно, пока идет процесс пандемии, мы заменили эти встречи на такие эфиры. Более подробно о прямой линии мы расскажем 4 июня в вечернем выпуске новостей. Сахалинские предприятия вернулись к нормальному режиму работы. Объекты общепита, торговли, сферы услуг и туризма распахнули свои двери. Процесс организован соблюдением всех мер безопасности. Количество клиентов в помещениях строго ограничено, а на входе должны быть средства для дезинфекции рук. Подробнее расскажет мой коллега Владимир Ильин. Расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. Сидеть за каждым разрешено только по двое, а кальян, банкеты и фуршеты пока запрещены. После долгого перерыва рестораны, кафе и столовые снова открыты для посетителей. Такой формат намного увеличит выручку, ведь до этого общепит работал только на доставку. Предприятие, которое планирует сегодня открыться, обязано уведомить управление Роспотребнадзора, направить уведомление о начале осуществления своей деятельности. Помимо этого необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором. Люди сидели без работы почти два месяца, но несмотря на сложности, руководители сумели сохранить коллективы. На сегодняшний день практически весь персонал у нас сохранен. Нас, скажем так, немножечко выручила наша кулинарная лавка клюква. Это, соответственно, кулинарные продукты на вынос. И все офисные сотрудники, которым можно было работать в этот период пандемии, они обращались к нам. Конечно же, мы рады, что нас открыли, нам дали возможность понемножечку запускать наш бизнес. А спрос на продукцию сыроварни Марии Федотовой после снятия ограничений увеличился в разы. Ее профильные магазины, наконец, принимают покупателей. Раньше приходилось ограничиваться доставкой на дом. Мы, конечно, максимально сделали все, чтобы наши клиенты не остались без сыров. Но, знаете, как говорят, я могу жить без необходимого, если у меня есть излишнее. Вот сыр, наверное, наш относится к категории излишнего, и все-таки люди без него не могут долго существовать. Поэтому клиенты вернулись, и мы сейчас очень рады их видеть в наших точках. Больше других за время самоизоляции пострадали туристические агентства. Их выручка упала до нуля. Сегодня внутренний туризм на островах набирает обороты. После снятия ограничений дела пошли в гору. Сейчас мы запланировали такие поездки многодневные по нашему острову. Мы решили сделать переход вокруг Танино-Ницкого полуострова. Этот тур будет продолжительностью 4 дня. Местные операторы возобновили региональные туры и начали зарабатывать. Услугами внутреннего туризма воспользовалось уже более сотни островитян. Владимир Ильин, телекомпания ОТВ. Еще 100 бесплатных продуктовых наборов передали для пострадавших от пандемии сахалинцев. Островные бизнесмены, предприниматели регулярно помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за снижения доходов. Сегодня жителям островов раздали уже более тысячи продуктовых корзин. На этот раз поддержка пришла от предприятий оптовой торговли. К нам обратились в Министерство торговли по поводу пайков, по поводу помощи нуждающимся, те, кто остались без работы. Мы откликнулись. Вот такие пайки мы собирали всем нуждающим. Мы собрали 100 пайков. Два литра сока. Банка огурцов. Две банки тушенки. На призыв помочь землякам откликнулись более 80 предприятий и предпринимателей области. Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявление в отделение социальной защиты. В Центре социальной поддержки населения Сахалинской области реализуются проекты «Бережливое производство». Они помогают решению главных задач – это ускорение сроков приема заявлений на предоставление мер соцподдержки и ликвидация очередей при посещении учреждений. Была организована работа колл-центра. Для записи на прием по телефону разработан и внедрен стандарт общения с клиентом. Для регулирования потока заявителей на входе в зал приема закреплен специалист. Благодаря этому в два раза удалось сократить время ожидания. «Бережливое производство» – это термин на территорию Южно-Сахалинска только сейчас набирает обороты. И именно инициатором создания министерства был губернатор Сахалинской области Валерий Игорь Шлимаренко. И мы вот с 2020 года плотно начали работу по внедрению данных технологий и инструментов для того, чтобы жизнь на территории Сахалинской области стала лучше и спокойнее. Опыт реализованных проектов в Южно-Сахалинске сейчас активно передается в отделение социальной защиты других городов области. На Хомском перевале начались плановые восстановительные работы. На одном из участков трассы, где есть опасность схода оползной, устанавливают ограждение. Это позволяет сохранять движение автотранспортом. Дорожные службы ведут постоянный мониторинг ситуации. Тем не менее, в дальнейшем здесь потребуется капитальный ремонт. Когда произведут капитальную реконструкцию, расскажет Владимир Ильин. Только сегодня на этом отрезке мелкие оползни случились четыре раза. По словам дорожных рабочих, камни размером с яблока летели прямо на проезжую часть. Сейчас дорожное полотно на 86-м километре трассы восстанавливается по временной схеме. Устанавливаются защитные блоки, снимается слой скальника. Это позволит сохранить движение автотранспорта. Весной 2018 года на этом участке сошел большой оползень. Несмотря на работы по сдерживанию горы, движение грунта продолжилось и ситуация повторилась. Осыпь, она осуществлялась постоянно. Просто с того момента, как уступы на полке были полностью заполнены, осыпь на проезжую часть приобрела такой более масштабный характер. И поэтому пришлось уступы сейчас зачистить от накопившегося материала. И на какой-то период до заполнения уступов осыпь будет остановлен. Работы ведутся как у подножья, так и на вершине. Задействовано пять единиц техники. А помимо вот этих работ вам что-то говорили? Какие-то еще будут здесь работать? Пока убирать осыпь и все. А с какого числа приступили к работе? С сегодняшнего дня. А в плане вот этой работы, может какая-то опасность есть того, что оползень будет? Соответственно, с опыта оползет полностью вся. В дальнейшем потребуются комплексные восстановительные работы. Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко приехал на место оценить ситуацию перед реконструкцией. Разгружается верхняя часть, то есть снимается давление с верхней части горы. А также убирается лишнее обводнение нижней части, там где находится свалка. Там будет труба большого диаметра проложена. Ну и несколько присыпана будет часть нижняя. Реконструкция порожденного участка дороги на Холмском перевале начнется в следующем году. Минтранс Сахалинской области уже подготовил проектную документацию. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Сразу несколько дополнительных зданий для системы образования возводятся в Южно-Сахалинске. Это две современные школы в селе Дальнем и планировочном районе. Луговое пристройка для начальных классов и СОЖ номер 6 и новая столовая. Она предназначена для учеников 16-й школы Южно-Сахалинска. Последний объект – один из самых долгожданных. Как идет ход строительных работ, расскажут мои коллеги. Свежая выпечка, дразняющая своим запахом, аппетитные каши и котлеты, ароматный овощной супчик. Вот что может стать не только приятной, но и полезной паузой в перерывах между уроками и придать силу ученику в поедании основного школьного блюда – гранита наук. Многие годы СОЖ номер 16 областного центра была этого решена и отнюдь не по вине сотрудников. Дело в том, что школа очень большая, около 800 человек, но столовая была очень маленькая, потому что проектом не предусмотрено и осуществлялось питание именно подвозом. Но теперь все будет иначе. Новое оборудование, на котором обеды приготовят прямо в школе, уже закупленное и ждет своего часа. А возведение самого пищеблока находится в завершающей стадии. Строительство отдельного здания школьной столовой началось в сентябре 2019 года. Работы идут строго по графику. Сейчас ведется отделка помещений, монтаж внутренних систем устройства фасада. Ход работ на строгом контроле городского управления капитального строительства. Проверяется каждый этап – от прокладки сетей до последующего благоустройства. Устройство территории школы не стены. Они не должны не стены, они нам должны дать свой проект, и мы здесь должны продолжить кабельные трассы. Здесь будет просторный обеденный зал, в котором хватит места и ученикам начальной школы, и старшеклассникам. В кухонный блок уже проведены все необходимые коммуникации, начиная от силовых кабелей и заканчивая обновленным водопроводом. Уже готовится к монтажу современная вентиляционная система. Планируем запустить этот объект 1 сентября, для того, чтобы здесь обеспечить полный цикл приготовления пищи для школьников. Поставляем сюда оборудование, оно будет поставлено в 20-х числах июля. Отдельная столовая для 16-й школы – далеко не единственный объект, который сдадут к началу нового учебного года. Сейчас в работе находится для строительства под ключ детский сад в селе Дальнем на 330 мест, так как этот район очень важен с точки зрения нехватки мест в детских садах. И планируем в работу ряд еще объектов. Сейчас рассматривается на уровне правительства финансирование данных объектов. Это дополнительное издание к целому ряду учебных заведений областного центра. Прежде всего, рассмотрят 30-ю, 8-ю и 19-ю школы. Вера Рудакова, телекомпания ОТВ. В приюте для безнадзорных животных «Пес и кот» началась реконструкция вольеров. После ремонта туда заселят 47 мяукающих друзей человека. Часть средств на перестройку помещений выделило правительство Сахалинской области. Остальную сумму собрали волонтеры и неравнодушные граждане. Евгений Коньков побывал на месте событий и узнал, в чем еще нуждаются четвероногие. В приюте для животных «Пес и кот» идет реконструкция. Для 47 усатых полосатых питомцев ремонтируют сразу три вольера. Идет укладка кафельной плитки. Волонтеры приюта считают, что жизнь их питомцев после этого резко улучшится. Пока все они ютятся в специальной комнате, которую используют в качестве карантинного блока для новичков. Зато потом все семейство кошачьих переселится в просторные апартаменты со всей необходимой инфраструктурой. Полочки для котов, какие-то игрушечки. Мы постараемся оборудовать комнату так, чтобы у них и верхотура была занята, чтобы они двигались, общались друг с другом, чтобы это не было содержание, когда животное село в замкнутом пространстве и существует. Мы хотим, чтобы они все-таки, пока они ждут семью, чтобы они жили активной своей кошачьей жизнью. Работа вместе с материалами обойдется приюту в миллион рублей. Более 400 тысяч выделило в качестве субсидии правительство Сахалинской области. Остальные средства, как обычно, собирали с миру по нитке. Свои кровные сдают волонтеры, сердобольные сахалинцы и директор пса и кота Ирина Савицкая. Но на ремонте вольеров дело не заканчивается. Крыша над ними прохудилась, ее тоже ремонтируют. Примерно на такую же сумму. Волонтеры будут рады любой помощи и не обязательно деньгами. Корм, пеленки, стройматериалы. Во всем этом сейчас нуждается приют. К сожалению, сократилась помощь от предпринимателей, что легко объяснимо. Из-за пандемии коронавируса многие бизнесмены сами нуждаются в поддержке. Но даже несмотря на все трудности, несколько постоянных меценатов продолжают привозить корм. Все понимают, без них собаки и кошки просто не выживут. В том числе и новичок Шурик. Волонтер Екатерина Валюс рассказывает, недавно они выезжали на отдых в район Охотского. И к ним вышел кот. Его передняя лапа напоминает резиновый жгут. Сгибается во все стороны. Конечно, его не оставили в лесу и забрали с собой. На четверг у Шурика назначена операция. Ему будет ампутировать лапку. И еще у него перебит хвост. Чаще всего такие травмы бывают, когда коты пытаются спрятаться под машину, под капот. И, естественно, их там закручивает. И все вот так происходит. То есть лапы, он ее не чувствует. Ремонт вольеров и крыши по подсчетам волонтеров должен закончиться к концу июля. И жизнь их подопечных заиграет новыми красками. В том числе и жизнь многострадального Шурика. Евгений Коньков, Алексей Нестеров. Телекомпания ОТВ. Лучший охотник за ценами получит мультиварку. Агентство Сахалин-Курилы в следующий понедельник выберет победителя одноименного конкурса. Возможность поучаствовать в нем есть у любого желающего. Главное условие – купить в магазине определенный набор продуктов, сфотографировать ценник и прислать в редакцию сайта. На этой неделе это литр молока, десяток яиц и килограмм сосисок. Присылать заявки можно до полуночи, воскресенья. И утром в понедельник мы подведем итоги, посмотрим, у кого будет самая низкая стоимость продуктов по чекам и вручим эту мультиварку. Но на этом охота за ценами не закончится. После награждения победителя редакция объявит следующий этап. Условия останутся прежними, изменится только список продуктов. Узнать интересные факты из прошлого нашей Родины всего за 20 минут. Совместный проект телекомпании ОТВ и музейного комплекса «Победа» готов рассказать о переломных событиях страны в военный период. Минуты истории перенесут зрителя на остров Шумшук, полицейскому пастуху Хандаса и другие места боевой славы. Полина Булгакова с подробностями. Подготовиться к экзаменам, заполнить пробелы в истории родного края или просто узнать об удивительных операциях времен Великой Отечественной и Второй Мировой. Теперь для этого не обязательно выходить из дома. Опытные экскурсоводы из музейно-мемориального комплекса «Победа» готовы не только рассказать, но и показать яркие страницы прошлого. А в Москве 24 июня в честь Великой Победы на Красной площади состоялся парад. В честь полного разгрома нацистской Германии 200 советских знаменосцев бросили к подножию мазолея фашистские знамена. Первый выпуск про войну и тыл вышел в эфир специально ко Дню Победы. В нем рассказывается о боевых действиях в европейской части России, а также гражданах, трудившихся во благо страны за пределами территории сражений. Сахалин в то время как раз и был наиболее удаленным местом. Здесь советские граждане совершили немало героических поступков. Одно из главных островных богатств – это лес. Сахалинский лес использовался повсюду на Дальнем Востоке. И мы видим, как по реке Большая Александровка проходит сплав древесины. Проект «Минуты истории» – результат совместной работы музейно-мемориального комплекса «Победа» и телекомпании ОТВ. Работа над первым выпуском велась в течение нескольких месяцев. За это время телевизионщики подучили историю, а сотрудники музея научились работать на камеру. Сейчас съемочная группа готовит к выпуску новую главу. О каких событиях она расскажет и как проходит съемочный процесс, мы покажем в следующих выпусках программы «Центр внимания». Полина Булгакова, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Любители двухколесного транспорта отмечают праздник – Всемирный день велосипедистов. История этого средства передвижения началась 140 лет назад. Сейчас железным конем пользуется большое количество жителей Южно-Сахалинска. В свой праздник спортсмены-любители вышли на улицу города, чтобы рассказать о плюсах такого вида передвижения. Надежда Кобзева продолжит тему. Сергей Алексеенко с самого детства крутит педали. Профессионально заняться велоспортом решил около 10 лет назад. Задался целью после того, как не смог проехать и 6 километров по лесной дороге. В тот день мужчину подвело отсутствие подготовки. Теперь он с легкостью заезжает на сопку или без остановок мчится десятки километров по грунтовой дороге. Рассказывает, главное в дальней поездке – это снаряжение. С собой всегда иметь велошлем. Это обязательно для безопасности. Насос, ремкомплект. Имеет с собой запасную камеру или какие-нибудь материалы, которые помогут заклеить эту камеру. Ну и плюс набор инструментов, потому что иногда случаются всякие казусы, типа может цепь порваться. Совсем недавно этим видом спорта заинтересовалась и 8-летняя дочь Сергея Дарья. Теперь они каждое утро отправляются на совместную велопрогулку. Чаще всего выдвигаются в лес, подышать свежим воздухом. Лес, он интереснее, чем город немножко. Я хочу кататься до своей старости, когда хочу кататься по горам, когда даже я умру. Современному двухколесному транспорту уже 140 лет, а он все так же незаменим. Как только его не использовали за это время, брали в горы, чтобы потом спуститься с них за считанные минуты, развивали рекордную скорость – 260 км в час. Сейчас в продаже можно найти самые разные виды велосипедов. BMX отлично подходит для выполнения трюков, электрический для тех, кто не хочет напрягать мышцы во время велопрогулок, и шоссейные байки для любителей скорости. Анатолий Москвичев как раз из их числа. Мужчина всегда принимает участие во всех велопробегах и других акциях. Двухколесная машина проделала путь от 30-килограммовых чугунных конструкций до сверхлегкого агрегата из карбона. На них проезжают сотни километров на мировых соревнованиях, а некоторые просто покоряют весь мир. Надежда Кобзева, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. В селе Троицком запустили новый социальный проект для любителей здорового образа жизни. Теперь дважды в неделю по вторникам и четвергам здесь проводят занятия по легкой атлетике. Бесплатные тренировки проходят на стадионе рядом со спортивной школой. К участию приглашаются все желающие. Условие лишь одно – наличие удобной одежды и обуви. На первом физкультуроке побывали мои коллеги. Тренер Александра Толстихина немного волнуется. Всегда работала с детьми, а тут первые занятия со взрослыми. Но уже начало разминки показывает – все идет как надо. Отлично. Поехали. Молодцы. Кандидат мастера спорта по легкой атлетике, член сборной России, победитель и призер Дальнего Востока. Александра уверена – сейчас спортом заниматься модно. Поэтому многие люди разных возрастов абсолютно с разными целями идут заниматься в спортивный зал. И просто можно даже заметить, сейчас в парках стало огромное количество людей. Даже утром в 6 утра бегают пробежки, зарядки. Также в вечернее время. Раньше, допустим, 3 года назад такого не было. Организации бесплатной спортивной группы – ответ на вызов времени. На первые занятия пришло не менее десятка активистов. Жительница Троицкого Елена Миронова – спортсменка со стажем. Чтобы заниматься, ей приходилось ездить в Южно-Сахалинск. Но потом все карты спутала ситуация с пандемией. Ходить некуда. Даже здесь площадка была закрыта. Не побегать ничего. Парк, соответственно, там все было ограничено. И вот два месяца я ждала этого открытия. Наконец-то я здесь. Мне очень удобно, потому что рядом около дома. Под рабочий график мне все устраивает. Очень удобное время на свежем воздухе. Я думаю, это будет круто. Проекту оказала содействие муниципальная администрация, инициаторы и организаторы спортивной школы «Анивы». Выделили время и место, помогли найти тренера. Недавно открывшийся спортивный комплекс оказался как нельзя кстати. Здесь можно заниматься на стадионе и рядом, где зимой пролегают лыжные трассы. Там будет проходить бег по пересеченной местности. Чудесный воздух и красивые виды могут привлечь не только жителей района. Наш этот проект больше создан для жителей Анивского городского округа прежде всего. Но мы же понимаем, что даже жители города Южно-Сахалинск, которые живут в Украинской, в Октябрьской, и легче приехать по объездной к нам в Троицкой, нежели по всему городу в пробках проехать до Санты. Примкнули группе местные футболисты. Никита Новиков, студент строительного техникума, в загруженной жизни всегда находит место для спорта. Я занимаюсь хоккеем больше, около четырех лет. Футбол пришел совсем недавно, около двух лет, но мне очень нравится. Я успеваю совмещать тренировки. Но бывает иногда тяжело, в день по две тренировки вытягиваю. С усталостью у него свой метод борьбы. К двум прибавить третью. Для всех, кто также самозабвенно любит спорт, и создана эта группа. Всех желающих ждут на стадионе рядом со спортивной школой по вторникам и четвергам в 19.30. Вера Рудакова, Максим Махин, Телекомпания УТВ. На этом наш выпуск завершен. На эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курилы по адресу skr.su. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!